Вместо мирного неба над головой. Боевые самолеты и взрывы снарядов. Мурал в память о детях Великой Отечественной войны. Нарисовали в Барнаульской школе номер 110. Стену расписали благодаря проекту лица героев партии «Единая Россия». В городе Барнауле у нас уже за этот год это шестая школа, где мы рисуем муралы. Но именно начинка, именно тема, она исходит от учебного заведения. И как правило, администрация школы советует с учителями и с ребятами, а что бы вы хотели увидеть? В 110-й школе попросили изобразить детей войны. Тех, кто не бились с противником на линии фронта. Но наравне со взрослыми перенесли все тяготы того времени. Лишения, голод, потери близких. В современной России к ребенку войны относят того, кто родился с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945. Сейчас в Алтайском крае проживают 74 тысячи человек, у которых Великая Отечественная война забрала детство. Вспоминать нужно, потому что участвовали ваши родственники и те, кто старались отдать жизнь за чью-то другую, которые старались и помогали своей родине. Когда я смотрю на этот мурал, мне становится жалко этих людей, потому что они страдали в те годы, когда была война. Это ужасно, это страшно, это больно. Изображение нанесли на стену с помощью вертикального принтера. В работе использовали безопасные для малышей ультрафиолетовые чернила. Мурал подарила школе, в том числе, компания «Газпром» и «Газораспределение Барнаул». Установка вот этого мурала несет, во-первых, историческое наполнение. Дети постоянно смотрят на это. Это позволяет нам быть уверенными в том, что та история, которая есть в нашей стране, те события, которые были в трагическое время для нашей страны, не будут забыты и будут передаваться из поколения в поколение. Изображение не выгорает, его можно мыть. А значит, не одно поколение барнаульцев пройдет мимо памятного мурала, остановится и задумается, какой ценой стране далась победа в Великой Отечественной войне. Анастасия Меншакова, Сергей Балуев. Новости.